Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Один писатель сказал, что любовь живет три года. Виктор и Марина прожили в браке в 10 раз дольше. Со временем накал страстей утих. В их 30-ю годовщину Виктор задержался на работе. Домой не особо хотелось. Он знал, что Марина ждет его. Наверняка наделала новое платье, приготовила праздничный ужин. Сейчас бы спешить к ней, подарить ее любимые белые лилии. Сказать, как он счастлив. Но это было ложью. Он несчастлив, да и Марина тоже. Еще 10 лет назад они разошлись по разным спальням. Теперь живут скорее как соседи, чьи отношения стали дружескими. Но Виктор все же пересилил себя. По дороге он зашел в цветочный магазин. Там уже была посетительница. Женщина в светло-розовом платье рассматривала орхидеи. Когда Виктор выбрал лилии, она улыбнулась. Какие красивые. Это вам, не задумываясь, ответил мужчина. Их роман развивался стремительно. Инна, так звали новую возлюбленную Виктора, оказалась очень интересной женщиной. Она обожала экстрим. Несколько раз в год непременно отправлялась в путешествие. Увлекалась театром и литературой. Инна не хотела замуж, а Виктор не собирался разводиться. Поэтому они стали идеальной парой. Иногда Виктор думал, что попадись ему такая женщина до знакомства с Мариной, он бы все равно не стал создавать с ней семью. Слишком уж она эгоистичная и жадная к впечатлениям. Муж никогда не стал бы для нее центром вселенной. А Марина даже сейчас, по ночам, если он заболеет, встанет и варит ему куриный суп. Но Инна пробуждала в нем интерес к жизни. Однажды утром Виктор не смог дозвониться любовнице. Тогда решил отправить сообщение. Долго не сочинял, написал просто «Ночь была сказочной» и поставил милый смайлик. Отправил и только тогда понял, что ошибся. Очень крупно. Сообщение Инне он отправил на номер жены. Марина перезвонила через пару минут. «У тебя все хорошо?» – обеспокоенно спросила она. Вдруг упал, стукнулся головой и последние 10 лет, когда они не проводили ночей вместе, просто стерлись из памяти. «Да», – заявил Виктор. «Сегодня мне приснилась наша ночь. Она была просто сказочной». Конечно, на это ушло много сил и энергии. Но Виктор все же сумел убедить жену, что он не спятил, и из всех женщин мира желает только ее. Когда мужчина пришел вечером домой, его ждал сюрприз. Но это очень личное, поэтому подробностей мы вам рассказывать не можем. Наутро Виктор решил расстаться с Инной. Он понял, что Марине еще есть чем его удивить. К слову, Инна совсем не огорчилась. Она как раз собиралась лететь в Италию. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.